в регионе. Считанные часы остаются до одного из самых зрелищных шоу в мире. Уже сегодня вечером в Петербурге оживет сказка «Алые паруса». Полную трансляцию грандиозного праздника выпускников можно будет увидеть только на пятом канале. Сценарий держится в строжайшем секрете, но Артуру Ламидзе все же удалось кое-что разузнать. Я сначала выбрала одно платье, а потом решила, что оно не всем подходит под формат «Обыск нового». И решила купить другое, розовое. Двойняшки-потемки научились в одном классе, вместе делали домашку и даже наряды на свой первый взрослый праздник выбирали вместе. Пришел, увидел костюм, купил. Считаю, что просто выиграл джекпот, поскольку этот костюм мне очень нравится. И я уверен, что на его пацан я буду самым красивым пацаном. Точно так же он говорил в первом классе, но тогда подвел галстук сестра, не доглядела. Ты ровно можешь? А я сейчас вижу. Они почти готовы бежать навстречу алым парусам, а творческая группа праздника репетирует без остановок. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, это тогда. Когда вы еще попробуете на такой сцене? Каждый шаг, каждая па выверяются и отрабатываются до изнеможения. Мы будем говорить о героях нашего времени, поскольку выпускники это герои нашего времени. И вся декорация это некая такая академия, лаборатория героев, в которых есть разные направления, в которых они себя могут проявить. В невероятную историю вплетаются выступления популярных артистов. Добро, Анита Цо, Ирина Дубцова, Крем Сода и хедлайнер Лобода. В акватории Невы репетируют номера сюрпризы. Артисты им предстоит отправиться со зрителями в 13 век. Одна из развернувшихся сцен, батальная на неожиданно возникшем на Неве Льду, сошлись русские витязи с тевтонцами. Уставшим воинам нужна помощь, и они получают ее от волонтеров. Среди них Лиза Кочеткова. Участница конкурса «Большая перемена». В рамках проекта она приезжала с экскурсии на Брик-Россия. Символ праздника, который исполняет заветные мечты. Я в будущем хочу поступать на продюсерский и работать в сфере кино, телевидения, театра и социальных проектов. Я попросилась на практику в продюсерскую группу. И стала частью одного из лучших праздников в мире. Только в прошлом году «Алые паруса» получили пять наград престижного международного конкурса. И одна из них за телетрансляцию. Начали! И вот он, ключевой момент генеральной репетиции. Брик-Россия идет на всех парусах. Труд сотен людей, актеров, режиссеров, операторов, инженеров, сливается в кульминации шоу. Морякам тоже надо репетировать, ведь они должны провести корабль по выверенному курсу на одной и той же скорости. Восемь узлов! Чтобы корабль двигался под музыку. И глядя на то, как парусник попадает в такт, понимаешь, все выверено, все готово. Чтобы обеспечить безопасность и сохранить главный школьный праздник, было принято строгое решение. На набережной ждут только выпускников. С 16 часов ведут ограничения движения в зоне проведения праздника. Проехать по Дворцовому, Троицкому и Биржевому мостам не получится. Недоступны будут Петроградская и Дворцовая набережные. В 9 вечера на выход перестанут работать ближайшие станции и метро. А с 22.00 будут закрыты еще 4 петербургских моста. Попасть в эпицентр феерии смогут только выпускники петербургских школ. Также запрещено посещать крыши в этом районе. А акватория Невы открыта лишь для одного корабля. Брига. Россия. Александра раз за разом примеряет платье. Больше всего она боялась, что праздник отменят. А теперь она счастлива, что сможет блистать среди сверстников и наслаждаться самой романтичной ночью в году. Когда тебе важно отметить этот праздник не как выпускник, как его часть, а просто как хорошая традиция, событие важное, то все-таки лучше, мне кажется, оставаться дома. Даже не в рамках коронавируса, просто так, наверное, уютнее. Да и увидеть на экране можно будет намного больше. На набережной нет такого места, откуда можно разглядеть каждую деталь представления. Режиссеры выбрали самые выигрышные планы, чтобы из тысячи маленьких фрагментов на глазах у всех родилась легенда Александра Грина. Легенда о победившей мечте. Артур Ломидзе, Мария Красикова, Александр Макаренко, Олег Прохоров. Известия специально для Пятого канала.